Всем привет из Израиля! Друзья, у нас снова сегодня субботний шоппинг, так что приглашаю вас вместе с нами пройтись по магазинам. Это Хайфа и мы снова сегодня смотрим аутлеты. Ох, какое буйство красок! Манка радует такими сочными летними тонами. Это аутлеты. По 59 шекелей. Вот такие легкие летние штанишки. Ай, да, 59. Вот такое платье на девочку. Смотрите, стоило 129, стоит 19,90. Ну что, идем в Американ Игл. Смотрите, вот такая цена 2 за 50. Это вот такие шорты. По 25 шекелей шорты. Но это вообще, конечно, цена очень-очень хорошая. Футболки также 2 за 50. Вон, какие симпатичненькие платьишки. Также получается 2 за 50. Нет, это не платьишко. Как накидочек такая. Я уже показывала зимой, как одеваются в Израиле и ассортимент в магазинах зимой. Ну, сейчас лето. Также уже есть распродажи. Это пригород получается, Хайфа. Не сама Хайфа. И здесь вот, видите, очень много магазинов. Киевси с утра пустой такой. Может быть, еще закрыт, я не знаю. Здесь все работает с 10 часов обычно. И вот пока никого нет. Мы приехали к открытию. Потому что буквально через час, через два здесь будет все битком набито машинами, людьми. Ну, в общем, все увидите. Кстати, просили про бытовую технику. Вот здесь тоже есть. Но на канале уже вышло видео. Поэтому заходить туда не буду. Цены показывать уже не буду. Для тех, кто не знает, в субботу магазины в Израиле обычно закрыты. И это редкость, где можно пошопиться в субботу в Израиле. И вот у нас такая возможность есть. Кстати, также есть в яркие магазины и аутлеты, которые работают по субботам. Видео называется «Сбор черешни». И вот там я показывала, как мы собираем черешню. А потом поехали в яркую. Кому интересно, посмотрите. Смотрите, не все работает с 10. Коламбия работает с пол-одиннадцатого. Урбаника тоже пока закрыта. Так, сейчас поднимемся. Это детский магазин «Шилав». Вот так выглядит хайфа. Прикольно. Главное вовремя успеть выйти. Шилав тоже работает с пол-одиннадцатого. Весело. Красиво. Прикольно выглядит вот так улица эта из магазинов. И большинство из них закрыты. Но сейчас уже будет открываться, потому что 25 минут одиннадцатого. Вот здесь детская площадка. Обычно ребятишки сидят, разукрашивают вот такие детальки. И пока еще рано никого нет. Давайте подойду поближе. Какая милота, смотрите. Как мне сказали, от 30 до 40 шекелей. То есть вот это удовольствие стоит раскраска. Везде уже черешня. Акамали, Дудова? А с вашим туда? 30. О, малина! Акамали? Одна тридцать четырехнадцатая. Сколько? Одна тридцать четырехнадцатая. А, если четыре, то сто шекелей. По двадцать пять, а одна тридцать. Ой, какая прелесть. Первый раз вижу здесь малину. Свежую. Сегодня у нас выпуск, наверное, витрин закрытых. Здесь уже, смотрите, какая прелесть. Восточные сладости. Часто на канале. Ну, не совсем часто, но часто достаточно. Я показываю. Недавно показывала кафе в Нижнем городе, в Хайфе. Где мы пробовали кнафы и другие вкусняшки. Туда пойду чуть позже. Хочу заглянуть в вот этот проулочек. Там есть детский магазин Кастро. И мне всегда там очень нравятся цены. И здесь еще есть Сабон. Сейчас сначала Сабон, он уже открыт. На Сабон тоже есть несколько видео на канале. Это израильская парфюмерия, косметика. Очень классная, но дороговатая. Вот такие скрабы в пластиковых коробочках по 20 шекелей. Гель для душа 25 шекелей. Запахи обалденные. 130 шекелей обошлись мне мои покупочки. Ну, все, идем дальше. Кастро уже тоже открыт. Но уже есть пол 11-го. Поэтому, я думаю, уже все магазинчики открыты. О, вижу уже такие красивые цены. 20 шекелей, 15 шекелей. Вот у кого ребятишки, смотрите. Вот целый рай, где одеться детям. Качественная и красивая одежда. Набрала платье своим внучкам. Вот это стоило 170. Сейчас 25. Это тоже порядка. Сарафанчик. И младшенькая. Вот это платье стоило 200 шекелей. Сейчас вот 25 шекелей. Вот они. Еще не все. Там еще целая батарея. Шмоток. Мы, кажется, скупили весь магазин. Так. Ну, там еще на подарки, конечно, везу. Вот такая красота. Вот такая красота. В общем, много всего. Вот такие у меня два пакета вышло. Вот, ребята, чтобы не быть голословным. Вот. Вот такие идут цены. И у нас вышло все на 270 шекелей. Вот уже 12-й час. И народ прибывает. Ну, и заодно вам показываю, как одеты у нас люди летом. Потому что у нас уже жара-жара. Сегодня тридцатка. Так же, как и вчера было. О, да, Колумбия открыта. 40% скидки в Колумбии. Ну, это дорогой магазин, конечно. Хотя по скидкам здесь тоже бывают хорошие вещи и по хорошим ценам. Вот такой красивый сарафанчик. 30% на него скидка. Стоит он сейчас 265 шекелей. Стоил 379. Ну, классный, конечно. Красивый. Единственное, что... Ну, я, наверное, все-таки для худеньких вот так вот девочек. 40% мужские футболочки. Вот такая цена. Стоит 69. А цена была 149 вот этой футболочки. Качество, конечно, изумительное. И в этом магазине еще бывают хорошие скидки на обувь. Как сейчас, не знаю, но иногда можно купить за недорого. Красивую обувь. Ну, вот, к примеру, смотрите. 150 шекелей детская обувь. Не знаю, что там сейчас. Сейчас я открою и покажу вам. Сжигание. Эстекелет. Вот, смотрите. О, какая красота. 150 шекелей. Прелесть. Просто прелесть. Для девочки вот такой цвет. Да, какая красота. 130 шекелей. Ребята, вот такая вот обувь. Вот такая обувь. 130 шекелей. А это 150. Это очень дешево для Израиля. У нас вышло 660 шекелей наши покупки. Нам еще дали подарочек. Вот такую вот борсеточку. Да, борсетка, правильно называется? Сумочка. Вот. Тадараба. Тадараба. Ребята, чтобы никого не смущать, там еще просто мужские кроссовки мы взяли за 250 шекелей. Я забыла просто показать. Показала только детскую обувь. И все это вышло вот на 660 шекелей. Представляете? Это очень недорого для Израиля. Ну, а теперь урбаника. Заходим. Ух ты, какая прелесть на манекенчиках. И вот сразу смотрите, цены. Урбаника больше как молодежная одежда. И здесь всегда такие демократичные цены. Хотя, иногда бывает и в других магазинах подешевле. Вот, ребята, 3 футболки за 50 шекелей. А так стоило по 20 шекелей. Вот такие футболочки разноцветные. Ребята, появились вот, смотрите, автоматы такие, что можно самим так же, вот как в Икеа, пропикивать. И есть кассы. Вот так, кассы там. Попробуйте. Нагулялись. Теперь можно зайти в Кефас и немножечко перекусить. Вот видите, здесь меню на трех языках. На русском, на иврите и на английском. Такие цены на баскеты вам показываю. Сразу же, чтобы видели, ребята. Надеюсь, я не сильно быстро кручу. Наш заказ обошелся на 122 шекеля. Почему-то не смогли рассчитаться сейчас картой. Не знаю, почему-то у меня не получилось. Можно рассчитаться картой на кассе. Сидим возле окошечка. Вот уже народ набежал. Как всегда, все вкусно и неполезно. Ребята, не знаю, почему такой ажиотаж вокруг Макдака, Макдональдса. Но мне Кефси намного больше нравится. Макдональдс мне вообще не нравится. Не знаю, почему все этот Макдональдс, Макдональдс. У меня, конечно, ностальгия по Омску сразу же. Потому что, когда я приезжаю в Омск, мы всегда заказываем. Ну и раньше всегда ходили. Поэтому больше нравится и вкуснее здесь. Курица всегда вкусна. Ну что, ребята, время пол первого. Спустя получается полтора часа. Посмотрите, что делается. Вот такое это популярное у нас место по субботам. Ну, здесь действительно классно. Очень удобно, что здесь много всяких магазинов. И, как видите, скидки здесь вообще очень классные. Ну и есть, конечно же, Кефси. Любимая сеть быстрого питания. Кажется, мы решили скупить все магазины. Вот такая прелесть. Сейчас вам покажу. Вот три вида сандальчиков. По скидке 179. Стоили 200 шекелей. Легкие, невесомые. Ну вот нужного цвета нет. Мне еще лучше. У меня похожие есть цвет. Зачем все одинаковые? Фирма наша израильская. Я ее, конечно, не знаю. Но вообще очень легкие. Прям вот... Вот посмотрите, вот прям мягко все. Очень удобно ходить. И они очень невесомые. Мы спросили, это наша израильская фирма, оказывается. Как называется еще раз, Максим? 179. Смотрите, какое счастье для детей. Ну что, ребята, мы нашопинговались. Отправляемся домой. Шопинг сегодня действительно получился по полной. Я обожаю это место. Мне нравятся скидки. Но, конечно, не переборщить. Потому что начинаешь, когда все скидывать, в итоге на кассе уже с ума получаются такие интересные, скажем так. Я заканчиваю это видео. Всех благодарю за просмотры. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки, комментируете. До новых встреч. Пока-пока. 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 Ох, какая яркая, красочная хайфа, обмолдеться, в радужных флажках.